минуточку внимания хочу поставить бизнес нашей семьи наш бизнес это спортзал в городе арзамас находится он недалеко от банка арзамаса и недалеко от перекрестка также его можно найти легко gps пишите gps шестой раздел и 21 бизнес вот китан кирилл гейм и туда приезжаете тренируйтесь то здесь можно изучить здесь можно изучить все стили боя спарта кунг-фу кикбоксинг и удар строктя если вы выучите все стили боя вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам но самое лучшее из них это кикбоксинг либо удар строк нашим спортзале отличные ринге можно драться на деньги также есть много тренажеров обязательно приходите именно в наш спортзал вход конечно же бесплатный всем приветствами кирилла вы на канале кирилл ге мы сегодня мы играем в малочку на сермозив реплей 1 сер мы из из стрелку 2 не забывайте вы дить по ник при эрации ну а также объектно вводите мой промокод кирилл гейм как только вы прокатanyakесь до 5 уровня вы получите 50 тысяч как только вы прокачать из 110 уровня вы получите 100000 и получается вы получаете 150 тысяч всего как только прокатать до 10 уровня и также напоминаю как только мы насобираем нормальную сумму в рефералах что я эти деньги разыграю между вами. Уже на мой промокод зарегало 70 человек. Большое всем спасибо. И у нас сейчас лежит 200 тысяч. Поэтому, пацаны, думаю, спустя неделю, думаю, уже лямчик будет. Поэтому розыгрыш будет обязательно. Вводите мой промокод. Промокод будет в описании. И видео, как ввести промокод, тоже будет, в принципе, в описании. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас будет бульд для бойщиков, в принципе. Кто, кстати, не смотрел серию про вот эту BMW, обязательно посмотрите. Также хотел сказать, пацаны, давайте по актини, потому что что-то последняя серия Мазинга как-то набирает мало просмотров, лайков. Поэтому обязательно просто каждый поставьте лайк. Мне будет приятно и будет мотивация делать все лучше и лучше контент, видосы и их чаще выпускать. Поэтому, пацаны, с вас обязательно лайки. Ну что ж, не будем втянуть. Поехали, уже арендуем, в принципе, фуру. Итак, все, я, в принципе, взял фуру. Давно у нас не было бульд для бойщика. С этого момента изменились цвета. Фуру, в принципе, они теперь разноцветные. Раньше были все такого голубого оттенка, в принципе. А сейчас уже все по-другому. Кабины фур разных цветов. Ну и прицепы, соответственно, тоже разных цветов. Ну не знаю, как по мне, было лучше, наверное, когда были все одного цвета. Хотя и так, думаю, понятно, что все дальнобойщики... Ну да, это как бы вводит такое разнообразие между фурами, что они все одинаковые, в принципе. И если какой-то дальнобойщик долбоёб, вы можете его запомнить по цвету его фуры. Я думаю, это довольно-таки нормально. Но зачем это сделано, все равно непонятно. Ну, скорее всего, просто для разнообразия. У меня, в принципе, такая вот Scania. Кстати, я, блин, не знаю, что вам больше нравилось раньше, пацаны, Камаз-то либо Scania. Мне, на самом деле, больше нравился, наверное, Камаз. Потому что, ну, всё-таки советская техника, как бы. Ну, а Scania, не знаю, такое себе, на самом деле. Она немножко баганная тем, что, видите, у неё колёса как-то сильно всунуты в арки. Вот, видите. Не знаю, либо это баг такой, либо так должно быть. Но, по-моему, не должно так быть. Ну, да ладно, в принципе, поехали. Покатаем рейсы. Кстати, не знаю, я вроде бы вкачал. Какой у меня сейчас скилл? А, пацаны, у меня уже 14 скилл дальнобойщика. Это довольно-таки классно, да. Я забыл, что я всё-таки вкачал 15 скилл дальнобойщика. Я ночью там работал. По-моему, в субботу. Я, в основном, пацаны, работаю, когда есть X2. Поэтому, когда нет X2, я редко работаю. Но сегодня у нас среда получается. И я решил записать серию по будем дальнобойщика. Потому что давно их не было. Я думал, вы соскучились. Поэтому обязательно ставьте лайк. Блин, меня вот эта дорога бесит тем, что здесь одна полоса. И если кто-то едет навстречу, либо тебе, либо ему, нужно, в принципе, будет отъезжать назад. И дай привет. Даниэль Пэрри, привет тебе. Передаю. Передал. Давайте отпишем. Всё, давай, пропускай меня. Кыш, кыш. Спасибо, не за что. Давай, давай. Ладно, пока. Давай, давай, давай. Я еду рейсы делать, дружище. Не нужно мне мешать. Как бы не нужно тратить время впустую. Нужно ебашить рейсы, как говорится. Так, всё, я приехал уже, в принципе, в порт. Странно, что здесь никого нет. Ну, когда здесь X-2 на сервере происходит на выходных. Кто не знал, на выходных всегда на Амазинке X-2 на всех серверах, в принципе. И тогда здесь начинается полный пиздец. Потому что людей реально много. Все хотят бабок заработать, потому что при X-2 платят нормально. Я даже за рейс получаю там 21 тысячу. И я в основном работаю на выходных, потому что на X-2 нормально платят. Я думаю, как и все, в принципе. Видите, в порту вообще никого нету. И когда ехал, ну, я встретил там двух дальнобойщиков, но это довольно-таки мало. Бля, и первый рейс у нас выпадает в Южный, пацаны. Это пиздец. Вот это реально пиздец. Я помню, ночью работал, кстати, вот, ну, дней 5 назад, короче, работал ночью. Ну, где-то в час ночи зашел работать, короче. И просто на протяжении двух часов я ездил только в Южный. Я буквально там где-то 12-13 рейсов сделал в Южный, понимаете. И в конце только мне выпало в Батырево. Это просто полный пиздец, пацаны. Реально, 13, либо там, 14 раз я ездил в Южный. Это пиздец, это просто ад. Кстати, можно не спешить, потому что мост сейчас поднят. Как бы, кто не знал, мост поднимается три раза в часть. То есть, например, там, сейчас, допустим, в 8 часов, да? Вот, в 8.20 поднимается мост. Потом в 8.40 поднимается мост. И в 9 поднимается мост. То есть, мост поднимается через каждые 20 минут, для тех, кто не знал. Поэтому, в принципе, я вот рассчитываю на время. Медленно сейчас съеду, даже ад не поджимаю, чтобы доехать уже. И мост был для меня, в принципе, открыт. А не ждать, типа, в этой очереди. Бешеный, потому что начинается там полный пиздец, я думаю. Кто играет именно там на первом, там, втором, третьем, четвертом сервере, где много онлайна, как бы, те поймут, что, блядь, когда мост закрывают, там начинают дальнобойщики толпиться. Все уходят по ФК там. И так далее. Начинается полная жопа. Ну, не всегда, но сейчас тенька. Вот, красота просто. Я уже подержаю, мозг как раз опускается. Мне не придется никого ждать. Никто сзади меня не подперет и так далее, в принципе. Вот это я понимаю. Тема просто. Так, все, я, в принципе, разрузился. И нам выпадает Варзамас 24 на 7. Блядь, как я не хотел ехать в Варзамас, но придется переехать аж в Варзамас. Повторюсь один раз просто. Я ненавижу рейсы в Южный, сука. Я их реально не вижу. Потому что, блядь, сначала ты едешь в Южный, потом ты пиздуешь в Варзамас. Либо ты ездишь в Южный, и потом ты пиздуешь на лесопилку. На лесопилку, ладно, еще более-менее, знаете. Но самое кайфовое, это, конечно, Батырево. Батырево Арзамас, либо Батырево Лесопилка. Вот это по кайфу. На Южный это полная дичь, которую я не люблю. Так, короче, я решил ехать не через Анашан, а через дорогу, в принципе. Блядь, да ну ебался оно в рот. Сколько можно, блядь, ебаные автобусы. Разъездились, я понимаю, деньги всем нужны, но, блин. Нельзя было эту дорожку чуть побольше сделать хотя бы. Да, хотя, не, это прикольно, такая проселочная дорожка. В принципе, ну, блядь, когда едет колонна, блядь, фур, из другой стороны едут автобусы, ну, это ж пиздец, реально. Пока, блядь, кто-то не додумается отъехать, либо пропустить кого-то, блядь. Будет все, сука, до конца жизни, серьезно. Вот реально, пока ты не пропустишь никого, либо он тебя не пропустит, то вы будете стоять как два барана просто. Так, все, я, в принципе, доехал, спокойно, уже почти выгрузился, так, и мы получим сейчас наши заветные 14 тысяч, блин. Вот поэтому я люблю Х2, потому что при Х2 получаю 21 тысячу, ну, примерно 21, ну, двадцатка это как минимум. Ох, сколько фур едет, пацаны, да, ебись. Раз, два, три, четыре, и там пятый, по-моему, нет, пятого нет. Так, заезжаем, в принципе, блядь, если сейчас выпадет обратно южный, пацаны, я утоплю нахуй эту фуру просто, потому что я в южный не буду ехать. Батырево, либо шахта, Батырево, либо шахта. Только выпадает южный, тё, фура, иди нахуй, я тебя в реку выкинул, нахуй, и всё. Пожалуйста, Батырево, фух, тебе повезло, фура, ты сегодня остаёшься пока что со мной. Я отвечаю, я сейчас бы нахуй в реку утопил бы, блядь, и всё, нахуй, потому что я не хотел ехать в южный. Вот я помню, когда мне 10 раз подряд выпадали рейсы в Батырево, вот это было охуенно, это было по кайфу, серьёзно. А в южный ездить, ну, такое себе, реально, мне это вообще не по кайфу. Пацаны, кто не любит ездить в южный, то ставьте лайк просто, чуваки, на Майбахе, блядь, без номеров. Да, блядь, блядь, второй рыжик уже за сегодня, ну, пиздец, сколько можно, реально, чё он хочет. Так, чувак поздравился, спросил, как у меня дела, и уехал. Вот это красавчик просто, не стал мне мешать, либо он меня узнал, либо он просто такой добродушный человек, я не знаю, в принципе, он может... Такой бывает, такой бывает, Вузи аж охуел просто. Кстати, вы знали, что Вузи, на самом деле, типа, это слепой персонаж из GTA San Andreas? Я об этом узнал где-то месяц назад, хотя я в GTA San Andreas играл, но её до конца не проходил, поэтому, пацаны... Вот это поворот, блядь! Оказывается, у нас Вузи слепой, и мы, все, у кого скины Вузи, играем за слепого человека. Интересный поворот, блядь. Воу, вот это заебись, лесопилочка батырева, вот это я понимаю, просто как, как надо просто, так бы всегда просто, каждый рейс бы так был у меня. Батырева лесопилка, батырева лесопилка, и просто шикарно было бы. Так, вот я, в принципе, доехал, так, что-то за Нива, вот реально, Нива Урбан, прям реально красотка. И мы завершаем наш рейс, и получаем мы 14700. Ну что ж, пацаны, кто хочет чаще видеть, будет для боечка, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте уже добьём 13 тысяч подписчиков. Ну и ждите новых серий, всем пока-пока.